Спасибо студия, доброе утро, Красноярск! Мы продолжаем готовиться к битве дронов, которая пройдет сегодня в 6 часов на Каменке. Буквально через несколько минут состоятся так называемые полуфинальные соревнования. Я хочу пока познакомить вас с призами. Вот такая вот борода, вот такая замечательная. Кстати, называется соревнование по брейк-актус, для тех, кто еще не знает. Но это поощрительный приз, собственно. А вот это уже настоящий приз, который достанется победителю. Кстати, участвует всего 20 человек, поэтому у ребят есть большой шанс получить настоящий квадрокоптер. Как мне рассказали, это гоночный все-таки квадрокоптер, а не съемочный. Но на него можно приделать вот сюда камеру и, собственно, вместе с ним летать. Один из участников соревнований уже сегодня показал себя. Это вот Максим. Еще хочу сказать других участников. Это Александр и Константин. Максим, пожалуйста, раз уж вы уже закончили свои соревнования. Ну, расскажите мне, давайте предоставим возможность, к примеру, Константину поучаствовать следующим номером, номером 2, показать свое мастерство владения дроном. А вы мне пока расскажете, сколько времени нужно, чтобы научиться управлять вот такой вот штукой. Вначале надо пройти курс на специальном симуляторе, где вы будете тренироваться, пытаться понять физику полета квадрокоптера. Ну, у каждого это занимает, несмотря на то, насколько у него есть навыки. Кому-то хватает и двух мест, кому-то и шесть. Мне хватило четырех мест. После я уже собрал собственный квадрокоптер и уже начал тренироваться в реальности. Вот я смотрю, Константина не так хорошо получается, как у вас. Ваш рекорд сколько? 11 секунд. 11 секунд. А я думаю, что Константин уже дольше времени пытается, так что у вас, наверное, больше шансов, да, на победу? У нас это более молодые пилоты, они пока-то тоже тренируются. Ну, собственно, девушек вы вообще берете в свое сообщество, братство? У нас для всех двери открыты, но в основном только парни идут. То есть в основном парни, все-таки есть какой-то момент дискриминации в вашем вот этом вот сообществе. Здесь чисто у кого какой интерес. Ну вот вам сколько потребовалось времени? Ой, у нас сейчас произошла авария в буквальном смысле. Константин не справился с управлением. Это нормально, на квадрокоптерах падает здесь, это нормально падают все и новички, и профи. Ну что ж, Константин, мне кажется, дисквалифицирован на время, а пока вот другой участник, Александр, наверное, покажет тоже свои успехи владения квадрокоптером. Или будет чинить ребят все-таки вот? Им сейчас необходимо заменить поломанные винты, и они обратно поднимутся в воздух. А, то есть, в принципе, это можно прямо на месте сделать? Ну вот это вот время, которое на замену винтов уйдет, оно тоже считается соревновательным? Ну, вообще, по регламенту идет, участник должен подлететь как можно быстрее срезать кактус. Если он падает, то уже подсчитывается результат, который уже есть. То есть, вот это вот можно считать, что результат Константина на соревнованиях на сегодняшних. Ну, импровизирован, конечно же. Александр, покажите свое мастерство. Ну, я думаю, что он немного позже его все-таки покажет. Мы с вами встретимся в следующем прямом эфире.